Так, ну что, гаврики мои хорошие, всем привет, вы на канале CryptoCommons, дисклеймер, не финансовый совет, конечно же, давненько меня не было, тут в ютубе, кстати, дня два уже или три, мне кажется, толком, ну что, узнали себя все в этом малыше, скажите мне, друзья, вот, а также, кстати, я еще был на замечательном стриме PumpKit'ов, который организовал небезызвестный всем, я думаю, товарищ Хамаха, вот, если вы его не видели, тоже обязательно посмотрите, было весело и замечательно. Если вы хотите, чтобы я позвал Хамаху к нам на один из ближайших эфиров, обязательно ставьте лайки и также подписывайтесь еще к нам в Telegram, друзья, посмотрите, в телеге у нас до сих пор за каким-то хреном всего 25 700 подписчиков, это в то время, что на ютубе нас с вами уже, друзья, практически 102 тысячи, большое вам за это спасибо, давайте поднажмем, пробьем уже это сопротивление в 101 850 и уже, наконец-то, перевалим за 102, а там уже и за 103, и за 110 тысяч вместе с вами, вот. Значит, теперь давайте перейдем к биткоину, давайте перейдем к биткоину, дорогие мои, и посмотрим на дневной график, и посмотрим на свечи, обычные свечи, не хайконаши, которые обычно мы с вами смотрим, а обычные японские свечи. И здесь есть очень интересный момент, который я бы хотел с вами обсудить, вот, который, в принципе, мне бы хотелось сказать вам, что, друзья, я нашел кое-что на графике, я нашел на графике биткоина кое-что настолько важное, что просто не могу с вами этим не поделиться. Но так будет неверно сказать, так будет сказать неверно, потому что, по большому счету, это нашел не я, а один из наших подписчиков в Телеграме, за что еще раз большой респект всем, кто подписывается к нам в Телегу, и, в частности, товарищу, вот с таким вот ником, R в кружочке. Вот, короче, вот он мне что прислал вчера, смотри, какую тему я тут нашел, говорит, вчера. Мы сейчас с вами отретестили очень важный уровень. Давайте сначала посмотрим, что это за уровень на максимальном отдалении. Мы сейчас с вами отретестили тенью вниз уровень предыдущего, ребята, предыдущего хая. Я бы хотел сказать предыдущего оллтайм хая, но многие со мной поспорят, скажут, Грини, ты что, это был не оллтайм хай, вот был оллтайм хай. Мы же ведь сделали перехай, мы же сходили на 69 после 64. Но, если вы меня смотрите давно, то вы должны знать, что я считаю оллтайм хаем, ну, точнее, предыдущего уже теперь хаем цикла, именно вот эту вершину, а не вот эту. И почему, я могу объяснить чуть позже, но если вы меня смотрите недавно, то, чуваки, обязательно не только лайки ставьте, а еще и подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, потому что именно только так, только так вы можете гарантированно ничего не пропустить. Далее. Вот, значит, почему я считаю этот уровень оллтайм хаем? Да потому что я много раз показывал, если мы отдалимся на тот же недельник, да, и взглянем на всю историю биткоина вот под таким углом, то, ребята, я сейчас просто вкратце скажу, у меня об этом есть более подробные выпуски, единственное, я не помню, в каких обзорах, так что смотрите все. Если бы было вот так вот, грубо говоря, то есть если бы мы сделали здесь перехай, то рынок был бы абсолютно такой же, как всегда. Посмотрите, хай, медвежий треугольник, выход ниже, бычка. Хай, медвежий треугольник, да, поддержка, что немаловажно, вот поддержка, которую в итоге пробиваем, выход ниже, бычка новая. И так вы можете посмотреть плюс-минус любой, плюс-минус любой цикл, вот, поэтому здесь цикл был немного иной, поэтому я лично считаю, что мы просто сделали не до хай, то есть здесь, в принципе, если бы мы сходили на 100 тысяч условные, да, там на 98 или на 115 куда-нибудь, то все бы было как по учебнику, то есть, во-первых, мы бы по модели сток-то-флоу дошли точно до этих 100 тысяч гребаных, потому что мы-то дошли, в принципе, туда, до этого плато, то есть, плато по модели сток-то-флоу, оно не означает, что мы дойдем точно до 100 тысяч, или даже чуть выше, как говорил план Би, оно означает, что мы примерно в этот регион поднимемся, и мы, извините меня, поднялись с 4 тысяч долларов на 70 практически, поэтому, ну, тут только слепой не видит, что сток-то-флоу работает. По сток-то-флоу, кстати, у нас тоже есть отдельные видосы, и планы Бима для вас переводим, поэтому еще раз, ребята, повторяю, вернее, я первый раз это сейчас скажу, это вы на самом правильном и полезном криптоканале в русскоязычном сегменте, у нас вот выходят регулярно переводы топовой зарубежной аналитики, торговые стримы, где я показываю, и торговые видео, где я показываю все свои сделки, ребята, что тоже очень немаловажно, даже когда они в красном, ребята, даже когда они в убытках, даже когда меня ликвидируют, даже когда мне сносят стопы, я все об этом вам говорю, поэтому, ребята, еще раз вам говорю, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. План Б, вот недавний прогноз, буквально две недели назад, он все еще не утратил актуальность, так что, если вы его не видели, тоже обязательно посмотрите. План Б, свежий прогноз биткоина сток-то-флоу. Вот, так что, вернувшись к этому, уровень, как ни крути, как минимум важный. Давайте так, и если мы посмотрим трехдневный таймфрейм, то даже здесь мы видим закреп, даже здесь мы видим, уже вырисовывается закреп над этим уровнем, да, то есть, вот, посмотрите, здесь у нас было касание, это был хай, здесь у нас произошло касание, это в перспективе может быть лоу. Посмотрите, как круто на трехдневном таймфрейме мы тестируем сеточку EMA Ribbon, а точнее ее третью струну мы оттестировали, да, сверху. Теперь внимание, друзья, все бы хорошо, да, если бы не было некоторых медвежьих сигналов. Смотрите, трехдневный таймфрейм, красная точка на сайфере. Опять же, это не говорит, что прям все слив и дамп, но, знаете, это говорит о том, что, ну, вот здесь тоже была красная точка на сайфере, или вот здесь, это говорит о том, что движение, как минимум, если не вниз, то вбок, вероятно, ожидать. С другой же стороны посмотрим, давайте, да, хотя вот тут тоже, это нельзя сказать, что с другой стороны, а рысай вот здесь вот переворачивался в бычку, здесь он снова перевернулся в медвежку, ребята. Поэтому тут как бы желтая линия снизу, мы с вами знаем, что когда желтая линия снизу, вот здесь был подобный момент, ничего хорошего не было в моменте для биткоина. Вот, так что это все еще может оказаться притянутым за уши фактом от нашего подписчика, который хочет, чтобы биткоин рос. Мы же все с вами хотим, чтобы биткоин рос. Вот, теперь, давайте посмотрим, насколько можно доверять этой структуре. По свечкам, по японским свечкам, да, это был паттерн, подтверждающий уровень, как, собственно, писал товарищ R в кружочке. Вот эта свечка устанавливает уровень, а вот эта свечка подтверждает, потому что мы не ушли ниже и мы отскочили. Вот, теперь же, что мы видим, что мы уже, в принципе, с вами после этого, это вчера он мне писал, ну, по моему времени вчера, у меня сейчас утро, вот. Вот, мы уже после этого импульса, смотрите, сходили до 0.78, то есть мы вот прямо сейчас 0.78 фибу тестируем от этого же импульса. Поэтому, ребята, это все еще валидная структура, если биткоин не уйдет ниже 65500. Если биткоин сейчас удержит вот эту уровню, подобно фракталу вот этому, да, вот посмотрите, то есть, грубо говоря, вот эта свеча сейчас должна стать зеленая и мы должны отскочить. Если этого не происходит, то мы падаем сюда, блин, ну, если мы падаем на 65 обратно, это был уровень 65, то я уже даю наибольшую вероятность тому, что мы пробьем этот уровень. Может быть, мы от него отскочим немного, но потом, я думаю, пробьем. Вот. И, честно говоря, я сохраняю все еще такой более нейтрально, даже медвежий локально настрой, чем бычий. Вот что я вам скажу, ребята. Но я посчитал это важным, решил с вами поделиться, и все-таки, как ни крути, еще раз вам говорю, это зеркальный уровень, и это не только уровень предыдущего хая, но, как мы видим, вот по этой красной линии, где сейчас цена, это еще и уровень предыдущего сопротивления. Это еще и уровень предыдущего сопротивления и поддержки. То есть, в принципе, это уровень, скажем такой, не самый может быть значимый, но, 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 но. Но, все-таки, здесь было много, посмотрите, точек контактирования с ценой. Так что, давайте будем смотреть, давайте будем смотреть, здесь у нас даже какие-то дивера по Cypher, тем не менее, красный money flow. Короче говоря, в моменте все стекает вниз, и у меня позиции в красной зоне, Ripple только, Ripple только в зеленой зоне. Сегодня, Litecoin вчера был в зеленой зоне, его сдули, кстати, вот мне вот это не очень нравится. Ripple отталкивается от дна канала, который мы с вами чертили на всех последних стримах, так что имеет место быть. Litecoin возвращается ко дну этого канала, посмотрите. Litecoin возвращается ко дну этого канала. То есть, в принципе, вот сейчас момент, на мой взгляд, make it or break it, как говорится, уже сделай или, или, как это перевести-то, make it or break it. Сделай или сломай это, да, ну, грубо говоря, уже давай или погнали, или все, или отбой. Вот сейчас какой момент. То есть, все, друзья, если мы отсюда прям не отскакиваем и не начинаем to the moon, то я думаю, что имеет смысл выйти, да еще подождать, или может быть даже шортануть хеджево. Да, собственно, а пока не такая непонятная ситуация, хочу вам напомнить, что есть зато очень понятный и замечательный криптообменник. Он называется WebMyCash. Тут есть абсолютно все направления. Коины, эфиры, тезеры на всех сетях, альткоины и так далее. Все банки доступны, СБП. Но самое крутое, что тут есть, ребята, но самое крутое, что тут есть, ребята, это кэш-курьеры. У них есть наличные рубли, наличные доллары и курс гораздо лучше. Посмотрите, если сейчас вам будет тезер стоить через Сбербанк 94,84, через Тинькофф он будет вам стоить 95 рублей. А если вы выберете наличные рубли, вам будет тезер стоить 93,9. То есть фактически процент, а то и полтора, разница, которая валяется на дороге. Ну плюс вам еще беспалево, вам привезут, кэш просто отгрузят и все. Либо наоборот, если вы покупаете, вас привезут, кэш заберут и отгрузят вам битки. Так что это очень круто, налоговая это все не видит, банки вас не блощат, в общем все замечательно. Теперь что по альткоинам. Тут начинается самое интересное. 27% упал альтсезон индекс, то есть мы снова вернулись в битсезон, ребята. Это именно по метрике альтсезона трехмесячного. Это не годовая метрика, это трехмесячный таймфрейм. Мы ушли в зону ниже 30, а если быть точнее, в зону ниже 25, потому что это не RSI, это альтсезон индекс. Что было в принципе с ценой статистически, когда мы туда уходили раньше, вы можете видеть. То есть не с ценой, а с альткоинами по отношению к биткоину. В принципе иногда мы уходили еще ниже. То есть смотрите, когда мы пробивали вот этот уровень, это говорило о том, что мы уходим в зону глубочайшей перепроданности по альтам. То есть в принципе как инвестор вы можете видеть, что в принципе любой уход ниже этой территории, ниже этого показателя. Все что ниже 25, это отличный вообще заходной для альткоинов к биткоину. Но как мы можем с вами видеть, иногда мы оттуда отскакиваем практически мгновенно, как вот здесь, а иногда мы погружаемся глубже. То есть когда мы спускались вниз, мы иногда после этого, вот у нас был как отскок здесь, как сейчас, и потом мы уходили еще сильно ниже. Сильно ниже уходили, посмотрите. Причем эта метрика напрямую не коррелирует с рынком к доллару. То есть допустим, вот я здесь смотрел 20-й год. Я думал, когда это мы так вот здесь, смотрите, мы ушли ниже, отскочили, и потом еще провалялись еще полгода там. Я почему-то сначала был уверен, что это ковид-дамп, коронадамп. Но нет, это 19-й год, ребята. Это 19-й год. Это 19-й год, причем там уже чуть ли даже не все расти начинало. А по-настоящему мы туда, а потом мы снова туда закололи, вот здесь, смотрите, в мае. В мае 20-го. Но это было уже после ковида, после коронадампа. Коронадамп был вот здесь. Коронадамп был вот здесь. И в этот момент мы были вообще чуть ли не в альтсезоне. Посмотрите, мы были близки к альтсезону. Кстати, я это помню. Посмотрите график Dash BTC во время коронадампа и перед коронадампом. Он там выдал 5x, по-моему, или 10. Что-то в районе 5x он выдал на падающем рынке к доллару. Поэтому, друзья, по этой метрике мы видим, что в моменте мы не можем предсказать движение цены альткоинов. Но, скажем, в среднесрочной перспективе это уже очень хорошие заходные значения. Плюс, опять же, давайте не забывать, что Тон, Джесми, Пепе, все еще достаточно перегрето локально к биткоину. А вот в основном большинство монет, которые мы с вами знаем, торгуем, любим, ходлям, они все слишком, уже очень сильно перепроданы. Поэтому, скорее уж, если что-то и накапливать, то, на мой взгляд, это что-то из вот этого листа. Вот, теперь, вернувшись к перекупленным, Пепе, я тут вчера смотрел Пепе. И, ребята, знаете, что я вам хочу сказать? Я его даже решил открыть на ТРДР. И что самое парадоксальное и поразительное, даже ТРДР на дневке, посмотрите, как четко, я имею в виду даже на Пепе, посмотрите, как четко сигналит ТРДР. То есть, там, где у него на дневке появлялся продавец, мы как минимум очень долго оставались, а как максимум мы еще оттуда корректировались. Причем, корректировались, я вам скажу, ни хреново так. Даже вот не с абсолютной вершины, а вот оттуда, где был сигнал, мы падали на 58%, 57%. А от вершины, собственно, которая была сразу после сигнала, мы в итоге упали на все 63%. Кстати, да, имейте еще в виду, что ТРДР тоже, хоть и хорошее, но это не панацея. То есть, если он сигналит, не значит, что прямо сейчас all-in надо входить против тренда. Видите, был поход за стопами и сквизанули всех самых жадных вот здесь, поэтому... То есть, надо понимать, что если вы здесь зашли в шорт без стопа, то тут еще сходили на 15% и вас умыли, если вы стояли в седьмом плече даже. Вот, тем не менее, здесь снова был тот же самый сигнал, посмотрите. И снова мы упали от хая уже на 38%, 39% мы падали. Вот, еще раз, теперь, теперь, вернее, не еще раз, а теперь. Теперь, смотрите, у нас здесь огромный медвежий дивер, огромный медвежий дивер есть по Пепе на дневном таймфрейме. Поэтому, что я хочу сказать, друзья. В целом, конечно, откупают, рынок бычий, сезон мемкоинов и так далее, и так далее, и тому подобное. И, конечно же, возможно, что шортить еще рано. Я не призываю шортить. И, да, здесь может оказаться вот такой вот аптренд. Но, в целом, друзья мои хорошие, давайте смотреть правде в глаза. Биткоин локально уже достаточно хорошо отрос. Да, мы переписываем all-time high глобальный, да, зону all-time high. Да, у нас, опять же, все очень по-бычи смотрится, отскоки от сетки AMA-рибн и так далее. Но, вы же знаете сами поговорку, которую... Я не помню, кто ее придумал, кстати, возможно, я ее сам придумал. Биткоин чихнул, альты обосрались, это называется. Поэтому, с этой точки зрения, если биткоин сейчас уйдет в какую-то более весомую коррекцию, ну, не сейчас, там, чуть позже, но если биткоин начнет показывать то, что он обычно показывает на бычьем рынке, а именно коррекции, там, в 30-40 или даже больше процентов, вот, 35-40, да, то я думаю, что у ПП есть шанс очень хороший пролиться еще сильнее. В принципе, конечно же, у ПП есть также и шанс в этот момент отскочить. То есть, я вообще не удивлюсь, если сейчас весь рынок пойдет вниз, корректируется биток, эфир, там, Солана, не знаю. А ПП какой-нибудь, еще какой-нибудь шлак начнет делать вот так. Вообще не удивлюсь. Но, в целом, не помните меня неправильно, я не призываю прямо сейчас шортить ПП. Но глобально, ребят, когда актив улетел вот таким вот образом, и еще когда это актив, извините меня, не, все-таки, не, давайте так, мягко говоря, не фундаментальный, не нужный в плане денежной единицы, давайте так. Ну, мягко говоря, это просто мемкоин, мягко говоря, это shit fucking coin. Блин, когда он улетает вот так вот на сотни иксов или на тысячи, мы же понимаем с вами, что никто его там внизу не покупал, ну, в хорошем смысле никто, я надеюсь, что вы покупали чуть-чуть. Ну, я имею в виду, огромные толпы хомяков там не затаривались и не сделали эти 2500%. Поэтому, ребят, я здесь даю, ну, практически 100%, но вероятность, что в какой-то момент это все будет очень сильно корректироваться. Еще раз говорю, мы можем сходить выше, можем, но в целом, как бы, блин, медвежий дивер на недельках и RSI, посмотрите, что сделал, RSI только-только перекрестился вниз. Ну, вот здесь он тоже перекрещивался вниз, мы потом, можно сказать, уже не так сильно падали, да, но падали все равно. И это уже второй крест смерти по RSI. Поэтому, честно говоря, я даю большую вероятность тому, что PPS сложится на 90 с чем-то процентов в какой-то момент, чем то, что он будет еще безоткатно много-много-много расти. Но, друзья, это крипторынок и ему наплевать на мои ожидания, на ваши ожидания, вот, так что может быть на самом деле все, что угодно. Но, вот да, если так вот, грубо говоря, трезво оценивать ситуацию с точки зрения вероятности притяжения земли там, да, и всего остального, то вот золотой карман по PPS там, не знаю, 0,00000700 микроцентов. Ну, да, почему бы и нет, можем сходить туда. Но, в общем, да, опять же, красная точка. Короче, я PPS сам не торгую и вам не рекомендую. Но, если хеджевые шорты и буду брать почему-то, то скорее по PPS, чем по, понимаете, чем по Dash. Значит, что? Ну, да, торгуем, короче, осторожно, вернувшись к позициям. Дай-ка докуплю еще чуть-чуть эфирчика на 2000 контрактов. Жду локальный отскок, ребята. Не факт, что он, значит, будет от того, что я его жду. Это все ерунда. Давайте глянем еще эфир по TRDR. Тоже TRDR. Кстати, обязательно подключайте себе TRDR. Я не знаю, чего вы тупите. Он очень дешево стоит и очень круто работает. Ссылка на TRDR в описании. Это скринер заявок со всех топовых, спотовых бирж. Так, а что... Блин, а что у меня, видите, RSI-то на объем прям налез? Я не понимаю, как это исправить. Ладно, давайте так глянем, уже будем заканчивать этот обзор. Короче, по эфиру, да. Вот по эфиру, что интересно, нас на дневке откупили, ребята. И то, что нас по эфиру на дневке откупили, это очень хорошо. Правда, дневка на TRDR это на самом деле запаздывающий сигнал, как я вам много раз показывал. Смотрите. Здесь мы удержали уровень, но тоже сильно выше не пошли. Да, там скажем. Ну как, на 10% подросли, на 15%. Здесь мы даже его не удержали сразу, но потом отскочили, посмотрите. То есть здесь это не то, чтобы опять же 100% лонг. Но RSI развернулся, объемы зеленые, как бы почему бы и нет. Почему бы не пойти, не постричь шартистов. Четырехчасовка, посмотрите, как много здесь покупали. То есть, да, нас зажали. Хотя, с другой стороны, обратите-то также свое внимание, что нас здесь покупали, покупали, покупали по эфиру. Да, но вот здесь у нас, по-моему, перестали покупать. Смотрите, зато здесь появляются потихонечку красные тучки продавца. Поэтому, блин, ребята, не знаю, ничего не понятно. Все-таки склоняюсь за то, что будет коррекция еще. Поэтому ставьте стопы обязательно. Обязательно ставьте стопы, подтягивайте их. Не смотрите, что я не ставлю. У меня моя ликвидация, это и есть мой стоп. Я торгую супер маленьким объемом. Видите, у меня здесь маржа 0,25 эфира сейчас. И как бы это и есть мой стоп, грубо говоря. Поэтому никогда не торгуйте на весь объем. Обязательно выводите деньги на холодные кошелечки. Не храните все на одной бирже. И ставьте лайки еще, а не только стопы. Ставьте лайки, подписывайтесь к нам на канал, жмите на колокольчик. Друзья, большое спасибо, что вы смотрите Crypto Commons. Помните, что в долгу мы всегда будем внизу. Но в краткосройке, блин, ребят, честно говоря, сейчас все больше похоже на коррекцию. Поэтому я думаю, что надо прикрывать часть сделок. Может быть, даже хеджевые шарты открывать. Давайте так. Я по альткоинам, которые ниже Плинтуса, я наоборот буду открывать по ним ланги дальше. Потихонечку. Потихонечку наращиваю долю этих альткоинов в своем трейдинг-портфеле. А по вот тем монетам, которые уже улетели, хорошо. В том числе и биткоин, и эфир, понимаете, и саланы, и пепе. Там скорее надо либо выходить пока на забор, либо хеджево шартить. Это мое мнение. Мои, как говорится, 5 сатоши на этот счет. Большое спасибо еще раз. И подписывайтесь к нам в телегу, друзья. Потому что там гораздо больше инфы, чем даже в ютубчике. Понимаете, в ютубчике сложно делать 10 видео в день. И не нужно это. А в телеге самое оно, общаться. Общаемся мы там часто. Проходите капчу бота на входе в чат. Потому что иначе вас сразу же забанят. Вы будете думать, что вас забанили. На самом деле там просто стоит бот от всяких спамеров и роботов. Ну и соблюдайте правила чата, опять же, чтобы вас не банили уже по-настоящему. Никакого порно, никакой политики, никакого террора. Только крипта. Никакого скама, никаких там рефералок. И все будет у вас нормально. Никто вас оттуда не забанит. А у меня на этом все. С вами был Гринч. Спасибо, что смотрите, я тоже говорил. Что еще не говорил? Ну вот, смотрите, неделька вся красная, собственно. Неделька абсолютно красная. Месяц более красный, чем зеленый. И посмотрите, за месяц выросли это всего бред, нот и джесми. Ну там юни, понятно. Пепе, кстати, уже не растет в этом месяце. Каспа плюс 25 дала. Онда плюс 15. Все. То есть за месяц выросли считанные единицы. Ну и фирчик, кстати, на 14% выросли. Это хорошо. Это хорошо. Вот. Все. Неделька красная. Но год. Год у нас зеленый. Посмотрите, за год, ребята, просто сотни, тысячи. Я не побоюсь этого слова. Десятки тысяч процентов без малого уже скоро будут. Поэтому, ребята, отдаляйтесь почаще, в долгую. Нас ждет с вами супер, мега, нистовый Тузе Мун. И всем профитролей. Скоро увидимся в следующих выпусках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok